мне кажется что вот этот наш класс 11 класс он очень своеобразный он очень интересный сильный с большим количеством лидеров и все-таки да наверное это что у нас было в этом году раньше многое тому назад тоже она останется мы принимаем лидеров мы работаем на честолюбивых на тех кто хочет вот преуспеть жизни и нам кажется что вот этого вообще-то хочет каждый да только может быть он просто сам пока не очень здорово это понимает поэтому вот между нами говоря да мы не боимся принимать в школу и как бы вот таких ребятишек вот робких но при этом мы ему говорим да что мы научим тебя побеждать мы действительно этому учим для меня вы были всегда одни из самых любимых и сейчас наверное самые 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 близкие самые взмаховские потом вы меня затянули футбол и я очень благодарна вам за это вы меня поразили своей сплоченностью умение выигрывать и что самое главное проигрывать да в общем в общем такой класс простой атакующий если с полу страны это не футбол любят играть с футболом страны то естественно это не латиноамериканская школа футбола там бразильцы мелкий пас там дриблинг там индивидуальное мастерство ассироп киевская мастерство а это какая-то костеремная школа то есть широкий перинать через все более там таким нибудь ну англичане или немцы то есть размашистая такая игра то есть можно так раз Вот, смешной такой, забавный, очень классный, веселый, простой. Да, почему-то простой. Да, есть такие простые, веселые ребята, которые задают правду. Немножко самоиронии, какие-то шутки над тем, что вокруг происходит, шутки над собой. Все очень серьезные вместе с тем, как без изличных умств. Отдел по изучению интеллекта. Интеллект не обманывал. Чем же вы занимались все это время? Послушайте мой о чем. Мотылек, высевший на ствол дековечного дерева. Очень, конечно, интересно, как переживает во время урока и непосредственно реагирует на материалы Димы Павлов. Но то же самое можно сказать и про него. Не может молчать. Не может тут же сказать, что он думает по этому опыту. Вот он из тех ребят, которые все равно живут во уроке. Он погружен в этот материал, он в нем плавает. Он идет через него. Этот материал, он часть его. А материал является им. А он является этим материалом. То есть это, конечно, ученик, который стоит дорогого для учителя. АПЛОДИСМЕНТЫ Дина Кушнарева, кисти. Дина поступила в политик. Дина учится отлично. Дина очень симпатична. Дина, ты для нас белее всех. Дина Кушнарева, весьма хороша. Пусть, не дай бог, не подумает, если эта запись пойдет. Не внешне. А вот внутренняя структура, она напоминает меня само в детстве. Вот. Она из тех девчонок, кому ничего не дается. Дину, я верю. У меня такое ощущение, что жизнь ее по голове бьет чаще других, но она крепчает. Дина учится отлично. Дина, ты для нас белее всех. Дина, ты для нас белее всех. Сюда Катя в шар, пусы не зашатаются. Ты для всех девчонок нам. Катя больше нравится. Зря прошу, и так вердил, и очень уж ершистый. Ведь на самом деле он, белый и пушистый. Ну, мне симпатичен глубоко, вполне колючий, как я слышала, Почелка Александровна. Он остроумен, он подороген. Вот. Что было в нем симпатично. То, что мне дано не очень. Он умеет держать людей, умеет проигрывать. И честен. Паша, парень, хоть куда, множество талантов, столь дизайнеры, податка, столь и музыканты. Пашка, тебе хочу сказать отдельно. Так получилось, что последние два года я с тобой общалась больше всего из всех ребят этого класса. Мне будет ужасно тебя не хватать. У меня чрезвычайно какие-то теплые воспоминания с тобой связаны. Как-то там твое присутствие в школе я ощущала постоянно. И точно так же я твое отсутствие в школе буду ощущать. И очень всегда интересно наблюдать, как и желает, и очень старается всегда глубоко проникнуть в суть вопроса Сережи Пермина. Причем даже когда у него неудача, он так переживает искренне. Он просто вот язык сам поворачивается на облической Сережи, он не расстраивает. Главное, что ты сам это понимаешь. И это уже хорошо. Малов, когда Сережа одерживает победу, радуешься вместе с ним. У него это прекрасная особенность. Такая вот. Решполагает. О, Гаунчика, Сережа, с целью он достигнуть сможет. И награды нам не жаль, пусть дарут ему виталь. Мастера Морозова люблю. Я из-за него начин и сплю. Он Гаунки изучает и замечает, я такого долго не чертю. Он Гаунки изучает и меня не замечает, я такого долго не чертю. Максим Морозов от Гинца у меня. Оборядительно интересный мальчик. Ну, для меня самый закрытый. Из тех, кто наиболее закрыт, я не могу сказать о нем что-либо, не боясь ошибиться. Ошибюсь, наверное. По-моему, интересный мальчик. Для Макеева, Никиты, двери в институт открыты. Он серьезный человек, поступил уже в пинет. О Никите Макееве. Хочу сказать слова восторга и сожаления. Восторга от того, насколько Никита лаконичен и точен. И сожаления от того, что это продолжалось только один год. Ну, а еще мне хотелось бы обратиться к Кристине. Про Кристину у меня такое двойственное чувство. С одной стороны, это не очень осмысленные наши с ней занятия. Занятия математикой. А с другой стороны, впечатление о целеустремленности. Веселые ребята. Макс Павловский один из моих любимых учеников за все годы моей работы во Взмахе. Общаться с ним на уроках мне всегда было ужасно интересно. Потому что у него очень богатое воображение, очень тонкое чувство юмора и поразительное чувство стиля. К Максу присуще какое-то особое обаяние, особый шарм. Так шаломливая, разбойно-обаятельная, самая обаятельная девочка, это, конечно, Настя. Вот. Шарм такой. И есть у нее. Причем она совершенно прелестную ошибку так упустила в последнем сочине. Она сообщила, что Николай Павлович имел от фенечка ребенка. Такая наивность в 11 классе. Радует. Очень специфическое существо. Она мне симпатична, как все непричесанные. Она непричесанный человек. Вот я такая. Хотя данные там есть, данные там есть. Вот она такая. Классическая моя фраза. Мой клиент Голоколосов, фигура. Это человек, по которому я не удивлюсь, если он вообще нас всех прославит когда-нибудь. И не удивлюсь, если это металлос, который он сам ничего подозревает, мне так кажется. Одна из самых ярких, конечно, фигур, Лёня Матыгурин. Обаятелен, безусловно. Красавица Муфина. И, как мне кажется, в последнее время больше уделяет внимание миру внутреннюю, чем кисельеру. Что тоже приятно. Уже не просто красавица, но фигур. Этим симпатичен. Кого всегда приятно встретить в школе, даже мельком, так это Игоря. Игорь всегда находит время. Обязательно спросит, как дела. Обязательно там перекинется парой слов. И как-то вот всегда после этого остается какое-то очень приятное ощущение от этого контакта. Спасибо Игорю за это. Юлька Шахова. Замечательный человечек. Это просто одно из школьных солнышек. Человек, которого всегда очень приятно видеть в школе. Лично для меня, когда мой глаз останавливается на Юльке, у меня неизменно поднимается настроение. Дашка. Очень такая целеустремленная. С таким характером сильным. С таким стержнем. Очень, Дашка, тебя не хватало в этом году в классе. Понятно, первый год, да. Честно говоря, вот в этом году я даже так немножечко удивлялась, да. Что столько вокруг всяких интересных дел. Столько вокруг соблазнов всяческих. А ты так четко, шажок за шажком идешь. Это вообще классно. Ольга Большакова. Самая загадочная девушка нашего класса. С обаятельной таинственной улыбкой. Которая очень так тихо, спокойно участвовала во всем. И в чем участвовала, это было здорово. Лена Гвоздева. Никакая не Лена, а на самом деле Леночка. Вот таким именем Леночку знает вся школа. Леночка такой лучик света в нашем классе, в нашем царстве. Очень такой добрый лучик, доброжелательный, настойчивый и очень упорный и симпатичный. Вот такая Леночка наша. Денис Гвоздов. Уникальный человек. Масса талантов. Когда пришел, заявлял себя как экономиста и держал весь рынок очень долго. Наш школьный рынок. И на играх, и в течение года. Все это было в первых рядах. Потом стал специализироваться в области психологии. Но это еще не все. Теперь я знаю, что теперь среди моих знакомых есть юрист, к которому я всегда могу подойти в случае сложных ситуаций. Такие юристы нам нужны. А еще нас, конечно, было немножечко больше. И была Аня Маршниченко, и Катя Беляева, и Пашка Цырульев, и Димка Воронин, он же Петрович, и любимая Витька. А приятно то, что они учились с нами, и приятно то, что мы их видим сегодня здесь. Вообще, я не прогнулась и думаю, получись один еще может с годика. Они бы пришли друг к другу постепенно. Вот последние месяца два я это ощущаю. Люди, я смотрела на вас на последнем звонке. И думала, господи, как жаль, что вы уже выросли. Как грустно, что уходите из школы. Одиннадцатый класс. Вы моя любовь. Моя надежда. Я вас верю. Моя надежда. Моя надежда. Твёрд, я надежда. О, прекрасная дарь, плотише и небо. А вот это любви мы лежали в сентябре, Где ты и я, по-моему, на своей источной крыше. Ищем друг другу и тепло, Что там ветер, Добрая на ответе, Тут не случится, я не могу, Да, по-моему, шикрыт вон, И упал без ума, Так и много любви, Так и много любви, Так и много любви, Так и много любви, Так и много любви Увидимся, Продолжение следует... Тро... 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 Продолжение следует...